Лед и сцены, фигурное катание, элементы фаер-шоу, живой оркестр и акробатика. Все это объединило в себе концертная программа, приуроченная к юбилейной дате выступления Владимира Высоцкого. Прошло ровно 55 лет со дня первого большого концерта Владимира Семеновича, который состоялся именно здесь, в городе Куйбышев. Концерт грандиозный сегодня. Я его ждал, скажу честно, 55 лет. Потому что я был на концерте вот на этом дворце спорта в старом здании, когда мне было 12,5 лет. Я помню прекрасно этот концерт. И дворец спорта, чем славен наш город, что это был первый дворец спорта в жизни Высоцкого вообще. И до сих пор это первый концерт сольный. В 1967 году Владимир Высоцкий впервые за свою карьеру выступил перед такой многочисленной аудиторией. Современники рассказывают, мест в Куйбышевском дворце спорта не хватало. Зрители сидели даже в проходах. Настолько людям полюбилось творчество Барда. И они хотели увидеть его выступление вживую. Тема его песен и стихов актуальна и по сей день. Концерт «Вертикаль времени Высоцкого» собрал полные трибуны зрителей. Творчество абсолютно точно актуально, потому что Владимир Семенович великий поэт. И он не только поэт своего времени, он поэт России, русской души. И все, что в его стихах, его песнях, его творчестве отзывается, вы видите. Да и сегодня это видно было не только у людей моего поколения, старшего поколения, но и у совсем юных граждан нашей страны, которые сегодня были на этом замечательном действии. Мне кажется, все получилось. Я рад, что это понравилось и землякам. Собственно, мы и задумывали это все, конечно, для жителей Самарской области. Творчество Великого Барда вдохновляет деятелей искусства и по сей день. Концертная программа «Вертикаль времени Высоцкого» показала, что объединить танцы на льду, акробатику и симфонический оркестр возможно. Главное – наличие правильной основы. Ею стало творчество Владимира Высоцкого. Я рад тому, что этот дворец носит имя отца моего. Мне кажется, вот такая форма, что это соединение льда и концерта. Я очень осторожно к этому относился. Я был не уверен, что получится, но на мой взгляд получилось убедительно. Этого никто никогда не делал с Высоцким. В этот вечер на сцене Самарского дворца спорта песни Владимира Высоцкого исполнили знаменитые артисты. Никита Высоцкий, Нонна Гришаева, Александр Домогаров, Екатерина Гусева, Дмитрий Дюжев и многие другие. Номера фигуристов стали иллюстрацией текстов барда. Некоторые выступления стали по-настоящему зажигательными. Лед горел в прямом и переносном смысле. Ледовый концерт «Вертикаль времени Высоцкого» открывает череду событий, посвященных юбилею великого исполнителя. В следующем году Владимиру Семеновичу исполнилось бы 85 лет. Александра Гусева, Константин Головин. События.